МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире авторская программа Акценты недели и я, Любовь Фёдорова. И вот о чём пойдёт речь сегодня. Сотни нарушений на старте и тотальный контроль. Проведены колоссальные по своим масштабам. Ремонтные компании. Успела ли Омская область войти в отопительный сезон в назначенный срок? Время героев. От твоего решения, которое должен ты принять за 5 секунд, зависит жизнь. Впервые в Омской области заведующим поликлиникой назначен ветеран спецоперации. Человек просто кремень. О фронтовых буднях в медицинской роте и планах работы в мирных условиях интервью Акцентов недели, а также репортаж из строящейся поликлиники в Октябрьском округе, которая вот-вот начнёт приём пациентов. Готовы накормить свой регион? Обычно, когда речь идет о правильном питании, советуют не есть хлеб вовсе. Здесь обратный эффект. И поставлять продукцию в дружественные страны. Разработка учёных Омского аграрного университета вышла на промышленное производство. Одна из главных лабораторий на международный уровень. Какие перспективы это откроет и что делать с кадровым голодом на селе? 200 новаторов в одном месте. Впервые на международном форуме организована и российско-казахстанская площадка B2B, то есть бизнес-бизнесу. Почему форум «Иносиб», который проходит в Омске, попал в поле зрения президента? Элита омской криминалистики. Да, это не так, как в книжках. И вот когда сейчас книжки читаешь, смотришь фильмы и понимаешь, в жизни интереснее. Представители одной из самых опасных служб отмечают профессиональный праздник. А также заметные кадровые назначения в областном правительстве, Следственном комитете и «Авангарде». Достаточно оперативно на этой неделе отопление и горячая вода были восстановлены в почти 200 домах. Большая часть отключений связана с авариями. На их устранение уходило меньше суток. Сильнее других страдает советский округ, здесь самый большой износ сетей. Под отключение попали дома по улицам Бархатовой, Бородина, Заозерной, Малиновского и Менделеева. Также приостановить теплое и горячее водоснабжение пришлось и в Октябрьском округе. Все работы были завершены в течение одного рабочего дня. Между тем, в центре внимания остается техническое состояние омских ТЭЦ. Главная задача – не допустить повторения ситуации прошлого года, когда в морозы из строя вышли сразу два котла. Ход подготовки ТЭЦ-5 проинспектировал губернатор Виталий Хаценко. Параллельно на предприятии работает межведомственная комиссия администрации Омска и Ростехнадзора. Кроме того, на особом контроле вопрос устранения нарушений, выявленных в ходе масштабной проверки минувшей зимой в связи с инцидентами на омских ТЭЦ, держит и прокуратура. И вот как ситуацию комментирует в самой компании. Замечания, которые были выявлены, влияющие на прохождение отопительного сезона, устранены еще до начала отопительного сезона. Те замечания, которые остались, они не влияют на несение максимальной нагрузки станции, как по выработке тепловой энергии, так и электрической, и будут устранены. После прохождения ОЗП проведены колоссальные по своим масштабам ремонтные кампании. Все котлы у нас, 22 котла у нас отремонтированы, прошли ремонты, 17 полностью завершены. Оставшиеся котлы будут завершены, ремонты до наступления пиковых нагрузок, до наступления, будем так говорить, пиковых температур. И на несение сейчас тепловой и электрической мощности они, по-моему говоря, не влияют. Что касается поставки тепла и горячей воды от теплогенерирующей организации к домам, основная нагрузка на тепловых сетях. На выполнение всех работ компания брала три недели с начала старта отопительного сезона. Этот срок вышел 15 октября. Как рассказал в интервью 12-му каналу генеральный директор тепловой компании Владимир Дмитриев, сегодня к теплу подключены 100% социальных объектов и жилого фонда. Большой объем работы выполнили привлеченные из районов организации специалисты. Бригады сварщиков и слесарей устранили около 80 повреждений. Это позволило дать тепло в более 300 домов. Работа была сделана колоссальная. Мы устранили более 200 повреждений, которые были выявлены в процессе вхождения в ОЗП. На сегодняшний момент пик нагрузки прошел. Мы вышли уже в штатный режим. Конечно, есть сбои, есть перерывы, которые связаны с теми или другими проблемами. Но эти сбои и перерывы практически сходят уже на нет. На сегодняшний день у меня в городе остались точечные адреса, где еще требуется провести ремонт отдельно взятых тепловопроводов тепловых сетей. Большая работа здесь была проведена совместно с ОЗП по выявлению и устранению замечаний, которые были выявлены в процессе проверки. Вижу, что эта работа дала свой результат. И мы находимся уже на финишной прямой для получения паспорта готовности. Сегодня в резерве тепловых сетей остается 20 бригад и есть необходимый запас материалов. Этих ресурсов, по словам генерального директора ресурсоснабжающей организации, достаточно, чтобы устранить порывы, если они возникнут в течение одного рабочего дня. Также в компании отметили, что провели ряд мероприятий для решения кадрового вопроса. Рабочим, слесарем, электросварщикам и водителям подняли зарплату. Это помогло остановить отток специалистов. Экипаж омского модернизированного танка Т-80 БВМ группировки войск «Восток» в боях на южно-донецком направлении уничтожил два американских бронетранспортера «Макс-Про». Сорядка! Кадры спецоперации, предоставленные Министерством обороны, опубликовало информационное агентство ТАСС. Российский танк врывается в поселок, проламывая оборону противника. Уходит от атаки дрона и в упор расстреливает вражескую бронетехнику. Как рассказали в федеральном ведомстве, танковые экипажи ежедневно совершают по несколько выездов. Прямой наводкой из закрытых позиций уничтожают вражеские огневые точки, а также тралами прокладывают коридоры через минные заграждения и таким образом обеспечивают наступление наших штурмовых подразделений. Добавлю, что по своим характеристикам маневренности, управляемости и скорости, а также защищенности омские танки Т-80 БВМ превосходят аналоги западной военной техники. За время спецоперации конструкция боевой машины претерпела существенные изменения. Основной упор инженеры делают на повышение выживаемости танка и закрытие слабых мест. Прошедшие за ленточкой серьезную школу жизни герои спецоперации находят, где себя реализовать и здесь, в мирных условиях, на родной земле. Впервые в Омске участник СВО, врач Алексей Касаткин, назначен на руководящую должность. После демобилизации он стал заведующим поликлиникой номер 2 Омской МСЧ-4. На линию фронта ушел добровольцем сразу после объявления частичной мобилизации. На передовой провел полтора года и, как рассказал в своем первом интервью, каждые сутки проводил не меньше 100 операций. Награжден медалями за помощь в бою и за помощь СВО. Двумя медалями за спасение погибавших. Еще будучи за ленточкой, Алексей Евгеньевич вступил в президентский проект «Время героев». Отучился в высшей школе государственного управления и прошел подготовку руководителей из числа участников спецоперации. Саш, привет. Как там здоровье у тебя? Не ранен? Нормально все? Здоровье все замечательно. Нет, все замечательно, все хорошо. Звонок к боевым товарищам – часть жизни, говорит Алексей Касаткин. Дружба почти с каждым из них сложилась при суровых обстоятельствах. Знакомились, когда ребят доставляли с тяжелыми ранениями. Очень много раненых. И нужно действовать быстро, думать быстро, принять верное решение. Потому что от твоего решения, которое ты должен принять за 5 секунд, зависит жизнь. И жизнь не именно этого бойца, а еще семьи этого бойца. Это уникальные кадры сложнейшей операции. Задача – сохранить бойцу ногу. Такие съемки на передовой большая редкость, говорит врач. Поток раненых по меркам работы, например, обычного медучреждения, огромный. С пулевыми и осколочными травмами, ранениями сердца, кровеносных сосудов и другими. Смотря какая точка, то есть какое направление. Где-то 100, где-то 300. Ну вот у нас примерно 150-200. То есть минимум 100? Да, минимум 100. Это 100%. Да, 24 на 7. На передовую Алексей Касаткин ушел добровольцем сразу после объявления частичной мобилизации. На тот момент у него уже был опыт работы в больнице имени Кабанова и БСМП номер 2 травматологом-ортопедом. За ленточкой в медицинской роте мотострелкового полка служил полтора года. Демобилизовался по состоянию здоровья. Считает этот этап хорошей школой жизни. Тем более, что в поликлинике номер 2 МСЧ-4, где Алексей Касаткин назначен заведующим, одно из самых крупных в Омске отделений травматологии. Сейчас уже период гололеда идет. Травмы пошли, да? Много очень травм, да, различного рода. И переломы лучей, и локтевых суставов. Да и в целом поток пациентов немаленький. За этим медучреждением закреплено больше 30 тысяч Омичей. Поэтому перед новым заведующим сегодня руководство больницы ставит серьезные задачи. В настоящее время большое внимание уделяется вопросам, связанным с профилактическими мероприятиями. Это прежде всего диспансеризация. Диспансеризация, углелубленная диспансеризация, профилактические осмотры, прививочная работа, профилактика туберкулеза, вопросы, связанные с ранним выявлением онкозаболеваний, наблюдение этих пациентов. Это диспансерные группы. Это очень большая работа. Очень большая и очень важная. Большой объем работы и в хозяйственной части. Сейчас в поликлинике идет ремонт по нацпроекту здравоохранения. Работы выполнены на 80%. Для посещений полностью закрыт второй этаж. После открытия этого этажа сюда планируют переместить центр здоровья и физиотерапевтическое отделение. Также ожидается и поставка нового оборудования. Если сейчас в поликлинике можно пройти электрокардиографию, УЗИ, то в планах приобрести аппараты и для более углубленных исследований. После этого на очереди благоустройство территории. Алексей Косаткин, первый в Омской области, ветеран СВО, назначенный на руководящую должность. В этом ему помогла президентская программа «Время героев», которая, по мнению самого врача, достойна уровня нацпроекта. Это очень сложно после боевых действий интегрироваться в гражданскую мирную жизнь. Это помогает им себя найти. Это необходимо именно для того, чтобы, наверное, показать всем, как важно отдать свой долг и показать, чего достигают люди, которые возвращаются оттуда, каких высот и волевых качеств эти люди возвращаются оттуда. Это человек просто кремень, который сможет принести пользу теперь и региону в мирное время. «Время героев» — кадровая программа, которая реализуется по поручению президента Владимира Путина в высшей школе Государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Одна из важнейших задач — это кадры. И, конечно, когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль. Ну, если не на таких людей, как эти операторы, то на кого? Ясно, что у нас страна большая, и людей много, и талантливых очень много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых, есть еще и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях. За время обучения участники изучают структуру госслужбы, управленческие инструменты, такие как стратегическое и проектное управление, бережливые технологии, развитие кадров и талантов. Готовность 90% — большой и важный медицинский объект. Вот-вот распахнет свои двери в Октябрьском округе. Поликлиника на улице 4-я железнодорожная станет филиалом городской больницы номер 2. Ее открытия ждут несколько тысяч человек. Здесь специалисты будут принимать как взрослых, так и детей. Проект обошелся более чем в 750 миллионов рублей. Возводится по президентскому нацпроекту здравоохранения. Сейчас работы на финишной прямой. Как во время строительства, так и при внутренней отделке применялся новаторский подход. Например, напольное покрытие в медучреждении будет самодезинфицирующимся. Слово Регине Абузаровой. Здание кардинально отличается от привычных поликлиник. Фасад уложен пожароустойчивыми панелями в двух цветах. Ну а само здание будет украшено декоративной подсветкой. Поликлиника общей площадью в 5000 квадратных метров разделена на два медицинских блока. Для взрослых и отдельно для детей. А это вход в поликлинику для взрослых. Как мы видим, помещение очень большое и просторное. И вот здесь вот уже определено место для регистратуры. Готовность многих помещений на финишной прямой. Коммуникации проведены, смонтированы радиаторы, покрашены стены. Цвета, к слову, подбирали исходя из пожеланий медиков. Кабинеты все абсолютно не похожи друг на друга. Вот, к примеру, здесь в детской поликлинике уже готов один из них. И подрядчик использовал необычную краску хамелеон. Вот, к примеру, на этой стене, когда солнечный свет попадает, мы видим серо-голубой оттенок, а уже здесь в тени он темно-лиловый. Необычный подход и к соблюдению санитарных требований. Если воздух и руки здесь будут обеззараживать привычными методами, кварцеванием и дезинфекторами, то пол будет стерильным круглые сутки. По всей поликлинике уложен специальный медицинский линолеум. Это самодезинфицирующее напольное покрытие, которое уничтожает микробы без применения химических веществ. Ну а самое главное, не распространяет их дальше. В трехэтажном здании смонтированы лифты. Всего их четыре, по два в каждом крыле. Они обеспечат свободный доступ для маломобильных групп населения. Мебель и оборудование в кабинетах начнут монтировать в ближайшее время. Сейчас закуплены аппарат УЗИ, приборы для физиолечения, лабораторные анализаторы и электрокардиографы. Закончить все работы должны в середине ноября. Регина Абузарова, Павел Манжос. Специально для Акцентов недели. Интересная особенность именно этого проекта и в том, что уже на этапе его создания применялись технологии информационного моделирования. Это не только красивая картинка, которую мы сейчас видим на экране. Проект позволяет с максимальной точностью рассчитать объемы работы, а значит и сметы. И исключить ошибки, которые на этапе строительства могут обойтись в десятки миллионов рублей. В итоге на финальном этапе возведения поликлиники, благодаря цифровому проектированию, застройщику удалось не только уложиться в сметную стоимость, но и даже сэкономить и направить эти деньги на улучшение качества отделочных материалов и дополнительную модернизацию по просьбам врачей. Опыт Омской области в этом направлении сегодня признают уже и на федеральном уровне. Достичь этого удалось в том числе и благодаря крупным инвестиционным проектам, в рамках которых сегодня в Омске возводят не только жилые дома, но и целые микрорайоны с детскими садами, школами и спортивными объектами. Анастасия Вишова продолжит тему. 164 гектара земли. Именно такую территорию займет новый микрорайон вдоль улицы Волгоградская. Это один из ярких примеров использования так называемого цифрового строительства. Вся документация в электронном формате. В любой момент можно открыть объемную модель и свериться с планом. Риск ошибок минимален. 3D-модель позволяет разобрать процесс строительства по разным видам работ. По сути, это как конструктор, в котором можно отобразить отдельные элементы, узнать их технические характеристики и особенности. После вся документация передается специалистам управляющей компании. И в случае проведения ремонтных работ им уже не нужно искать, где проложены коммуникации. Все отображено. В строительстве применяют и беспилотники. Они выполняют такие же задачи, как геодезисты или обследователи. Например, помогают изучить территорию, сделать снимки и на основе полученных данных создать трехмерную модель зданий. Она, в свою очередь, позволяет в режиме реального времени отслеживать все изменения в плане. При возведении крупных объектов, особенно жилых кварталов, работают несколько подрядчиков. Цифровые сервисы исключают человеческий фактор. Информацию о малейших изменениях не нужно передавать лично. Это и вопрос координации. Работу можно выполнять параллельно. Первая задача – это обеспечить эффективный обмен исходными данными, моделями, документацией и остальными материалами. Для этой цели мы применяем среду общих данных собственной разработки. Среда общих данных позволяет сохранять, систематизировать и управлять различными проектными файлами, обмениваться замечаниями и пометками на чертежах и в информационных моделях. Сегодня цифровое строительство внедряется по всей стране. Специалистам больше не нужно ходить по объекту с кипой бумаг. Достаточно взять смартфон или планшет. Перевод документа оборота в электронный формат позволяет быстрее разрабатывать проекты, проходить госэкспертизы и уменьшает сроки строительства. Это, в свою очередь, сказывается на стоимости жилья. Чем быстрее закончится стройка, тем ниже цена квартир. Мы решаем не просто задачу, потому что страна пошла в цифровизацию. Это, безусловно, важно. Но у нас есть стратегия развития строительной отрасли. У нас есть прямые и понятные свои целевые показатели. Это, прежде всего, сокращение инвестиционно-строительного цикла, это повышение производительности. И, соответственно, если мы говорим о рачительном, правильном управлении территорией, нужно в одной точке пространства понимать, какие вообще нюансы могут быть совершенно разной направленности. Это не только градостроительный блок, это и блок экономики, это Минфины и все остальные, которые рядом, потому что вклад в ВВП стройки ЖКХ по итогам даже 2023 года 13%. Модель здания, говорят специалисты, как структура человека. Скелет — это каркас сооружения, мышцы, фасад, кровеносная система, внутренние коммуникации. Понять такой чертёж, уверяют архитекторы, легко, а запутаться в нём практически невозможно. Это сокращает количество ошибок, которые проектировщики могут допустить при своей работе. А также ты понимаешь, на основе чего формируется здание. Одна из задач — создать цифровую модель города, на которой будут отображены все подземные коммуникации. При начале строительства нередко всплывают неучтённые сети. Из-за этого приходится переделывать проекты. Здесь вопрос не столько в сдвижке сроков сдачи, сколько в понижении качества проекта. Из-за другого коридора сетей вдоль улицы, из-за другого профиля, мы вынуждены отказываться от озеленения на улицах, от каких-либо крылец, от других элементов озеленения благоустройства, которые внезапно оказываются расположенными над сетями. Умская область входит в число лидеров по внедрению цифровых систем. И этот опыт строители будут тиражировать в другие регионы. У нас же планируется создать центр компетенций цифровизации строительства. Создается центр компетенций, где государство более активно участвует в том, чтобы помочь участникам рынка показать, рассказать, создать какие-то обучающие семинары, познакомить с программным обеспечением, показать, как это работает и почему для участников строительного процесса это будет выгодно. Первый шаг уже сделан. В Омске прошла стратегическая сессия цифровое строительство. Участие в ней приняли около 400 человек из 60 регионов страны. У нас по всем регионам пошло два параллельных трека. Это создание единых платформ для управления градостроительной деятельностью и создание единых платформ для управления работой заказчика с части строительных проектов. Как раз вот почему мы в Омске это и проводим. Здесь есть идеальный пример совмещения двух этих слоев работы. В Омске находится самый продвинутый разработчик решений ГИСОГД, самый распространенный по всей стране, то есть самое большое количество ГИСОГД, которые существуют в региональном разрезе. Они созданы именно в Омске и поддерживаются из Омска в других регионах. Ожидается, что выйти на полные мощности цифровизация в строительстве должна к 2030 году. Это одна из пяти национальных целей развития страны. Анастасия Вишова, Санат Оксанов и Павел Маджоз. 12 канал специально для Акцентов недели. Местная лаборатория как трамплин для выхода на международный рынок. Омский аграрный университет посетила заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина. Она высоко оценила разработки местных ученых. Федеральный эксперт считает, что идеи ценные и имеют большой потенциал. И рекомендовала омичам активнее продвигать их потенциальным партнерам. Еще один значимый вопрос, который подняла федеральный министр кадры на селе. По ее словам, сейчас в целом по стране дефицит специалистов в отрасли АПК больше 200 тысяч человек. И для выполнения одного из главных поручений президента. Сохранить продовольственную безопасность в первую очередь необходимо избавиться от кадрового голода. Как в этом поможет создание малокомплектных школ в селах и деревнях, узнаем в следующем сюжете. Плоды научного труда с региональным акцентом. Тыква омская булава, печенье сибаковское и столыпинское и десятки видов молочной продукции. А этот ушастый экспонат – живое доказательство успеха совместного проекта Аграрного университета и медакадемии. В рамках нашей научной школы был разработан препарат для замещения дефектов в костных тканях. И он проходит доклиническое испытание на базе нашего института. Делаем рентген, исследования различные дополнительные и уже оцениваем эффективность данного препарата. Выставку достижений рассматривает заместитель министра сельского хозяйства России. Ксения Шевелкина интересуется не только стоимостью разработок, но и способами их доставки к потребителям. Когда наука работает в связке с бизнесом, на наш взгляд это самое продуктивное взаимодействие. Потому что если потом нет дальнейшей реализации либо коммерциализации внедрения в производстве, то тогда крайне сложно оценить применимость этих разработок. В Омске заместитель министра сельского хозяйства России с рабочим визитом повод официальное открытие современной лаборатории по оценке качества зерна. Это первая и пока единственная в стране лаборатория для проведения исследований свойств зерновых культур. С помощью оборудования можно показать замкнутый цикл инноваций от создания новых сортов до получения хлебобулочной продукции с полезными свойствами. Пырей полезен большим количеством каротиноидов. То есть можете увидеть, что по цвету отличается. Допустим, хлеб из муки высшего сорта и хлеб из муки с добавлением пырей, они очень сильно по цвету отличаются. Каротиноиды – это провитамины А, это очень полезно. Природные оттенки в селекции становятся все более популярными. Благодаря полезной палитре культуры приобретают новые качества. Омские селекционеры делают ставку на цветной зерновой хлеб. В тренде фиолетовый. Обычно, когда речь идет о правильном питании, советуют не есть хлеб вовсе. Здесь обратный эффект. Этот хлеб полезный. Вот этот с фиолетовой пшеницей содержит антоцианы, которые мы привыкли видеть в ягодах. Чтобы работать на новом оборудовании, аспиранты проходили стажировку в Турции, перенимали опыт. Младший научный сотрудник Михаил Кошкин среди первопроходцев отмечает, что инновационная продукция – кладезь антиоксидантов. Эти вещества важны для человека тем, что они препятствуют развитию рака. И на ранних стадиях могут также помогать рецессии, то есть бороться с ним. И мы определяем в образцах пшеницы, сколько их содержится. И потом эту пшеницу используем для выпечки продуктов питания, хлеба, хлебопулочных изделий. И определяем уже в них содержание. Один из крупных омских хлебозаводов взялся за выпечку разработок в производственных масштабах. А вот кадровый голод в агропромышленном комплексе страны хлебом единым не утолить. Сейчас в целом в стране отрасль нуждается более чем в 200 тысячах сотрудников. Чтобы взрастить специалистов, разработана федеральная программа. Со следующего года запускается федеральный проект кадров в рамках правоудовательной безопасности национального проекта. Омская область тоже уже включилась в реализацию этих направлений. Конечно, рассчитываем на то, что начиная с развития агросинкологических классов, вот такое непрерывное аграрное образование, агроклассы, среднепрофессиональные образовательные учреждения, вузы и наши работодатели, вот такая цепочка будет выстраиваться благодаря этим мерам. В этом направлении ставит задачу наш губернатор. Основная задача сегодня закрепление кадров у нас в регионе. Использовать весь потенциал. И как никогда федерация определила эту программу. Она дает возможности каждому региону участвовать здесь и формировать кадровый потенциал своего же региона. В программу войдут мероприятия по привлечению специалистов за счет предоставления стимулирующих выплат. На данный момент идет обсуждение деталей проекта и подготовка к его реализации. Пока готовят новые кадры, уборочную кампанию этого года в Омской области завершают имеющимися силами. Зерновые культуры собраны с площади почти 2 миллиона гектаров. Это 96,5% от плана. Всего намолочно около 4 миллионов тонн зерна. Наталья Змага, Сергей Ленвебер. Специально для Акцентов недели. Владимир Путин назвал международный форум «Иносиб» центром экспертных дискуссий. С приветственным словом к участникам он обратился в ключевой день масштабного события. В этом году форум объединил экспертов бизнеса из России и стран СНГ. Свои проекты лучшие предприниматели из Омской области смогли представить как практической, так и в теоретической части форума. Часть из них презентовали в Омском конгресс-холле. А во время пресс-тура в глубинке Сибири побывали делегации из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Абхазии. Они также поделились своими идеями в этом году в Центре внимания здравоохранения и развития сельских территорий, а также семейный бизнес. Елена Незергвель мастерица на все руки. Больше 10 лет возрождает русские традиции. В международном форуме ИНОСИП участвует в третий раз. Говорит, развиваться помогает в том числе социальное предпринимательство. Работа с мастерами-ремесленниками, дедушками клонного возраста – это, как сказать, преемственность поколений. И через детей, через передачу их мастерства идет возрождение. Сегодня в Омском регионе успешно работают больше 200 социальных предприятий. Лучшие практики презентуют на выставке. Впервые на международном форуме организована и российско-казахстанская площадка B2B, то есть бизнес-бизнесу. В ней примут участие крупные компании их двух стран. В этом году подписываем соглашение и планируем реализовать масштабную программу обучения руководителей социального бизнеса. С Ириной Владимировым руководителем Центра инновации социальной сферы мы этот вопрос обсудили. Между тем, впервые подписаны соглашения с Абхазией. Наш регион потенциальным партнерам интересен в части подготовки специалистов, способных работать с детьми, которые имеют особенности развития. Нас интересуют перспективы не только в этом направлении, именно конкретная работа. А нас интересует и подготовка кадров, и адаптация таких детей. И мы надеемся, что соратников для реализации вопросов найдем и в лице вашего устойчивой платформы социальной. Форум объединил почти тысячу экспертов из России и стран СНГ. Акцент впервые сделан на развитии сельских территорий и здравоохранения. Специалисты делятся собственными методиками и ищут потенциальных партнеров и инвесторов для развития бизнеса. С 2017 года приезжаем по разным направлениям, а именно социальное предпринимательство в Корее очень развито, и важно перенять опыт коллег. Мой посыл в долголетие благодаря правильному питанию. Научусь сегодня своей диагностике маятник. В центре внимания также вопросы поддержки семей. Мер поддержки очень много. Прежде всего, это финансовая поддержка через систему грантов и субсидий. Это поддержка, преференция налоговая определенная. Это поддержка в плане имущественного формата. Вы знаете, как я всегда говорю, чтобы понять, получится или не получится, нужно начать делать. Заявить о себе и создать свой проект о МИЧАМ помогает школа социального предпринимательства. Например, Мякишевы нашли себя в народном творчестве. У Ирины не просто швейное производство. Популярные тренды мастерица лаконично разбавляет этническими мотивами. Не каждый оденет наряд 18-го и более поздних веков. И мы задумались осовременить этот стиль. И создали линейку одежды, которая выглядит современно, но все же с ноткой традиции. То есть это можно надеть в офис. Новое направление в семейном бизнесе со временем откроет и младшая дочь Мякишевых. Я играю на укулеле, и я могу вам спеть песню лесника. С мученной дорогой я вывелся сил, и в доме лесника я ночлега попросил. Развивать свои маленькие идеи в стабильный бизнес выпускникам школы социального предпринимательства помогают гранты. Социальное предпринимательство в Омске – это лучшая школа по подготовке социальных предпринимателей. У нас где-то около 60 регионов создали ЦИСы. Но так как отработано здесь, именно здесь, потому что здесь, понимаете, все механизмы, все тонкости, как сделать. И как от начала и до конца, чтобы получился этот бизнес. Высокий уровень развития социального предпринимательства в Омской области отметил президент Владимир Путин. В своем обращении он назвал Международный форум ИннаСИП центром экспертных дискуссий. Высокую значимость площадки подчеркнул и глава региона. Вообще в нашем мероприятии принимают участие представители 12 стран, 9 регионов нашей страны. Это говорит о многом. Это значит, площадка уже утвердилась как одна из основных, и не побоюсь этого слова, основная площадка. Подтверждают эти слова и цифры. С начала этого года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» объем поддержки омскому бизнесу превысил 15 миллионов рублей. Деньги получили авторы восьми проектов в сферах дополнительного образования и физкультуры, медицины, обслуживания пенсионеров и маломобильных людей. До конца года предполагается распределить еще 20 грантов. Анна Лухинец, Павел Манжос. Специально для Акцентов недели. Накануне 70-летия службы криминалистики председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, как искусственный интеллект помогает раскрывать преступления. Так, например, с помощью современных технологий установили, как взорвали бомбу, которая убила военкора татарского. А благодаря 3000 изъятых файлов удалось идентифицировать свыше 400 участников беспорядков в Махачкале. При помощи цифровой криминалистики расследуют и теракт в Крокусе. Несмотря на попытки соучастников уничтожить мобильные телефоны, после атаки эксперты сумели извлечь из них ценные сведения о подготовке к преступлению. Помогает искусственный интеллект в поиске преступников, а также пропавших людей и омским следователям-криминалистам. Репортаж Ангелины Руновой. Конечно, кто-то скажет, что вот рутина. Нет, надо уметь получать удовольствие от работы. У меня это получается. Глаза горят даже спустя 20 лет. Александр Кузнецов, представитель элиты следственного комитета и желанный гость голубого экрана. Железная выдержка и проницательный взгляд. За плечами следователя-криминалиста тысячи разгаданных ребусов. И каждая криминальная история – леденящая душу трагедия и сенсация для журналистов. В принципе, рассказывала гладко. Но соседи в один голос говорили, что вот этот вот сожитель, он не то что ребенка, он когда муху убивал, плакал. Настолько он был мягкотелый, слабохарактерный. А вот мама девочки злобная, вспыльчивая. С детьми особенно не церемонилась. Так Александр Кузнецов познакомился со Светланой Мерзоевой. Женщиной, которая обвинила сожителя в убийстве двухлетней дочки. На таинственную пропажу ребенка обратили внимание бдительные соседи. К тому моменту инспекторы ПДН уже были частыми гостями в семье. Многочисленные претензии предъявляли к матери девочки. Любила ей спиртным злоупотребить и погулять. И не хватало у нее в силу такой загруженности времени на воспитание своих детей. Мерзоева уверяла, ее сожитель разозлился на падчерицу и задушил. Труп спрятал. И эту страшную тайну, как говорится, унес с собою в могилу. По роковому стечению обстоятельств скончался через 10 дней. Вот тут помогали доброспас или за алерт. Они там в каждый угол заглядывали, прочесывали каждый кустарник. Ну, тем не менее. Амичка верила в циничную поговорку. Нет тела, нет дела. Но в историю вмешались силовики. Удалось мне найти с ней психологические контакты. Она сама не заметилась, как призналась содеянной. То, что она рассказывала, это такая жестокость, несвойственная матери. Тогда выяснилось. Двухлетняя девочка рассыпала крошки на пол. Ее мать разозлилась и начала яростно засовывать в рот ребенка куски хлеба. Девочка задохнулась. Спустя время горе-мать, благодаря сотрудникам следственного комитета, настигла расплата. Областной суд отправила Мичку в колонию на 11 лет. Место встречи изменить нельзя. Это классика, жанр. Место встречи изменить нельзя. Петровка, 38. Да, много достойных фильмов, которые, собственно говоря, сподвигли. Агата Кристи, кстати. Связать свою жизнь со службой, которая трудна и опасна, Александр решил еще в детстве. Шерлок Холмс и Аркюль Пуаров вдохновили на подвиги. Родной дядя, закончивший карьеру в Министерстве внутренних дел, показал, при должном усердии мечта станет явью. И сегодня Кузнецов сам герой своего романа. С его легкой руки за решетку отправились десятки криминальных авторитетов. Да, это не так, как в книжках. И вот когда сейчас книжки читаешь, смотришь фильмы и понимаешь, в жизни интереснее. Один из наиболее интересных триллеров развернулся этим летом. А Мичи обнаружили на обочине разбитый автомобиль. Но его владелицы и след простыл. Тут же были подняты все силы, как Следственного комитета, так и уголовного розыска. Вся общественность, узнав о произошедшем, откликнулась. В том числе и общественно-спасательные службы, в том числе Доброспас, Лиза Айерт. Мы активно выезжаем в командировки со Следственным комитетом. Постоянно передаем информацию, находимся на связи. На данный момент у нас сейчас очень большое количество людей, около 80 поисковиков. Они все обучены, как действовать в ситуации, если нашли след пропавшего, погибшим и так далее. Как не затоптать следы. Все подозрительные вещи, что мы можем найти, отмечаются на карте. Поисковики шли по следам человека, выбравшегося из разбитого автомобиля. Но вскоре выяснилось, следуют не за женщиной, а ее предполагаемым убийцей. Как минимум сутки он ходил по лесу, прятался. Потом голод, низкая температура ночная. Заставили его выйти на дорогу. Позже выяснится. Подозреваемый задушил женщину ради ювелирных украшений. Вывез тело на ее же машине в лес, спрятал на побережье, а на обратном пути попал в ДТП. Мы внимательно следили за всем, что могло указать на следы преступника. И изымали любые из предметов. Мы исходили весь дом по месту проживания потерпевшей с источником криминалистического света в поисках следов биологического происхождения. Очень много нашли. Тогда до города Амич доберется на попутки и будет задержан при попытке сдачи золота в ломбард. Сегодня расследование этой жуткой истории в самом разгаре. А Александр Кузнецов уже распутывает другую криминальную паутину. Ангелина Рунова, Матвей Олемский. Специально для Акцентов недели. Ну а накануне Дня криминалистики в Омске официально представили нового руководителя регионального управления следственного комитета. Ранее указ о назначении Виталия Батищева подписал президент Владимир Путин. Отмечу, что новый руководитель ведомства начинал службу в прокуратуре, а с 2007 года работает в следственных органах. Занимал различные должности в структуре Ставропольского края Чеченской республики. Последние два года был начальником следственного управления по республике Алтай. В феврале этого года Виталию Батищеву присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции. Разрешите выразить глубокую благодарность руководству страны и Следственного комитета Российской Федерации за оказанное мне высокое доверие. Приложу все усилия, чтобы его оправдать. И еще одно заметное кадровое решение. Иван Колесник назначен председателем правительства региона. Он будет курировать три министерства спорта, культуры и образования, а также управление по молодежной политике. Скоро уже треть чемпионата КХЛ останется позади, а «Авангард» никак не может обрести себя. Редкие победы даже не успевают толком порадовать, потому что на смену им идут косяком поражения. Десятое, предпоследнее место в турнирной таблице – это не то, чего ждут в Омске от своей главной команды. В Омске ждут перемен. Поэтому главное хоккейное событие уходящей недели – назначение нового председателя совета директоров Евгения Кожевникова. Ему 37 лет. Он, как и его предшественники Крылов и Аверин, выходец из структ-трук крупнейшей нефтеперерабатывающей компании. Сам когда-то играл в хоккей, а сейчас хоккеистами в различных профессиональных лигах являются два его младших двоюродных брата. От Кожевникова ждут кадровых решений. И, как говорят, менеджмент клуба готовится представить ему антикризисные меры. Они нужны, чтобы взбодрить команду. Пока новый управленец изучает ситуацию. И последнее. В Омске началась подготовка к Новому году. Дед Мороз и Снегурочка уже вышли в свет. Их встретили в общественном транспорте. Главные герои праздника прокатились в 24-м автобусе. И только одним своим появлением успели зарядить омечей праздничным настроением. Между тем в городе начали монтировать елки. Традиционно первые новогодние деревья появились вблизи крупного торгового центра на Левобережье. Актуальными фотографиями мячи делятся в социальных сетях. При этом мнения горожан разделились. Одни считают срок слишком ранним. Другие начали отчитывать и дни до самого волшебного зимнего праздника. К слову, до него осталось чуть больше 70 дней. Ну а до нового выпуска программы «Акценты недели» ровно 7 дней. О самых заметных событиях и социально значимых решениях расскажем уже в следующую субботу, 26 октября в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин